Всем привет и добро пожаловать на гору! Сегодня мы катаем Оксама Литсум. В Оксама Литсум два раза проводились Олимпийские игры в 1964 и 1976 году. Кстати, советский сыс и там и там занял первое место в групповом зачете. Курорт прямо пропитан атмосферой соревнований. На сегодняшний день там проводятся различные шоу, тусовки и международные соревнования по фрирайду. Оксама Литсум расположился в самом сердце Инсбурга и от города до горы можно доехать на автобусе всего за 40 минут. Главная особенность этого курорта это наличие так сказать горного фуникулера. На немецком он называется Олимпиабан. Был специально построен ко вторым олимпийским играм в 1976 году и доставит вас и еще 120 райдеров на самый верх всего за 7 минут. Перепад высоты в Оксама Литсум от 1600 до 2340 метров. На горе находится всего 10 подъемников и около 40 км трасс. И как вы видите по карте, в основном это красные трассы. Здесь всего одна синяя трасса, но зато какая. Это олимпийский женский спуск длиной в 3,5 км. На сегодняшний день она считается одной из самых лучших и красивых легких трасс в Тироле. Ресторан на самой вершине, куда вас привезет фуникулер, называется Ходельхаус. В нем предусмотрены места для людей со своей едой, а также есть бесплатный вай-фай. Помимо фуникулера здесь также присутствуют сидячие подъемники. Они довольно старые, но они едут вверх. Логистика, в отличие от сидячих подъемников, на этом курорте на высоте. Как я уже сказал, это был раньше олимпийский курорт и здесь действительно все продумано. Здесь нет никаких длинных, узких или пологих переездов между трассами. Действительно очень-очень удобно. К минусам этой каталки я отнесу отсутствие детского сада на горе и ее сравнительно небольшой размер. Повторюсь, это около 40 километров трасс. Также здесь почти нет трасс для совсем новичков. Вам желательно уже немножко уметь кататься и спускаться по синим трассам. Ну а здесь есть фрирайд. Весь курорт это один большой сплошной фрирайд. Если вы любитель прокатиться в пыхлячке с ветерком, это место для вас. Фрирайд тут безопасный и не сложный. На него легко выехать с подъемника и вернуться к подъемнику. Если вам повезет и выпадет много снега, то можно идти на ходах и ни о чем не думать. Также есть лес или бэккантри. Не очень большой, но очень красивый. Как вы уже наверное догадались, эта каталка ассоциируется не только со словом красиво. Лайфхак. Не забывайте брать на горы солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и солнцезащитную шапку. Потому что вы находитесь на две с половиной тысячи метров ближе к солнцу и здесь гореть можно даже просто от отражения снега. В очках и в шапке вам будет намного комфортнее обедать, нежели в шлеме. Как заявляет сам Оксама лицом, у них один из самых лучших фан-парков во всем Тироле. И это правда. Здесь очень красиво. Не, ну хорош, поняли уже все. В эту сторону открывается прекраснейшая панорама долины и с другой стороны Инсбрук на ладони. Подведем итог. На подъемниках очередей здесь практически нету, а благодаря Олимпиабан здесь будет очень комфортно сноубордистам. Также Оксама лицом приятно удивит продвинутых райдеров, фристайлеров или фрирайдеров. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, если же вы здесь уже были или какую гору вы хотели бы посетить. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал. Увидимся на склоне. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой канал. Vince субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...